Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья с рождения была призвана Богом стать солисткой, и она стала одной из лучших. Но когда ей было 27, Бог сказал ей, что пришло время начать служение Слова. Ей нравилось быть солисткой, она не хотела ничего менять, но на следующем же собрании она послушалась Бога, и Он дал ей видение о рентген. Она увидела в теле мужчины и взяла недостающую часть тела, и Бог исцелил его мгновенно. А затем проявились все дары Духа Святого. Вам будет интересно, существует ли сверхъестественное измерение, мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». У меня была привилегия брать интервью у того, кто уже на небесах, у Норвала Хейза. Он был известен благодаря чудесам и невероятной силе при изгнании бесов. Лейн, вы были у него солисткой и учителем. Расскажите хотя бы немного о том, что говорил вам Норвел Хейз о мире демонов. Чему он учил? Поведайте нам немного из его основ учения. Сид, он всегда учил нас говорить с властью. И никогда не бояться дьявола. Я слышу это в вашем голосе. Точно слышу. Конечно, слышите. Норвел говорил, если ты поведешь себя так, словно боишься или опасаешься, бесы тебя не послушаются. Если ты не соединилась с Богом и не знаешь Его, они об этом узнают и не будут тебя слушать. Нужно искать Иисуса. Не бойся и не волнуйся, и тогда дьявол уйдет. И если ты будешь говорить к Нему, как женщина Божья, то Он послушается, потому что у Него не будет выбора. Как началось ваше служение освобождения? Когда мне было 27, Бог попросил меня проповедовать. Но я не хотела этого делать. Однажды меня пригласили проповедовать в одну компанию. У Бога давно все распланировано. Я не знала, о чем говорить. Я же была певицей. Но меня попросили сказать слово. Я поехала, и во время проповеди о силе и власти в имени Иисуса в конференц-зал вошел мужчина. И тут я словно увидела его, как на рентгене. Одно легкое было распухшим, а другое сдувшимся. Я помотала головой. Я не привыкла к такому. Вы не знали, что это? Нет, я подумала, боже мой, что это со мной? В зале были одни женщины, и когда вошел этот мужчина, я увидела его словно на рентгене. Я спросила у Бога, что это? Он сказал, если ты позовешь его выйти вперед, я исцелю его легкое. Я сказала, сэр, может это звучит смешно, но, пожалуйста, выйдите вперед. Он вышел вперед. Мне нужны были свидетели, поэтому я позвала президента компании, секретаршу и казначей, сказала, дорогие Бог показал мне рентген. Этот человек получит новое легкое. И он вдруг почувствовал, как через его грудную клетку проносится ветер. Он поднял обе руки и сказал, я могу дышать, я могу дышать. У меня было только одно легкое. Он был полностью исцелен у нас на глазах. У меня к вам есть один интересный вопрос. А что вы переживали, как молодая девушка, которая не хотела быть спикером? Какие чувства вас при этом охватили? Я была в восторге. Я уже видела много чудес и искала Бога. Но я хотела не просто чудо. Я хотела близости к Богу. Вернемся в то время, когда вы были в утробе матери. Она была на шестом месяце беременности. И о вас было пророчество. Какое? Да. Моя мать сидела в зале, когда пророк Божий сказал, женщина, встаньте. Она встала. И он сказал, дитя, которое вы носите, будет петь и служить многим людям. Когда я родилась, то как любая малышка говорила, да, да, или мама. Но моя мама не разрешала мне так говорить. Она говорила, нет, нет, надо говорить по-другому. Иисус. Иисус. Она помнила это пророчество, которое получила, когда была беременной. И это было вашим первым словом? Да, первым словом, которое вышло из моих уст, было Иисус. Бог показал вам один из ключей. А знаете, что грустно? Многие люди знают об этом ключе. Но закидывают его на полку. А многие даже не знают об этом ключе. Этот ключ — говорение на неизвестных, сверхъестественных языках. Назовите одну причину, почему для меня или для других людей важно молиться на языках. Первое Коринфянам 14.2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его. Он тайно говорит Духом. Я хотела знать тайны, поэтому начала говорить на языках по пять минут в день. Еще одна причина. Чудеса происходят. Я пела для десяти тысяч людей, но все изменилось. Господь, Он напомнил мне. Я призвал тебя. В Иеремия 1.5 сказано, прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. Так что, это тайны не для Бога. Бог все знает. Дух Святой все знает. Для кого эти тайны? Эти тайны, записанные в Библии, они для моей жизни. Пока это не будет озвучено, это не проявится на земле. Конечно, молясь на языках, вы молитесь о вечной воле Бога. Элейн проповедовала в консервативной, баптистской церкви, и все заговорили на языках, потому что сошло облако славы. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Я ощущаю в этой студии такую славу. И у меня есть к вам один вопрос. Каким образом вас пригласили в сухую баптистскую церковь, при том, что вы горели настоящим огнем? Женщина, которая была на одном из моих собраний, захотела, чтобы в ее церковь тоже пришел Дух Святой, и слава Бога. В один из дней женщины могли выбрать спикера, и они выбрали меня. Меня не предупредили, куда я попала. В тот день было так тихо и безжизненно. Я старалась говорить очень спокойно, но вдруг Господь сказал, у одной из женщин в животе опухоль, она умирает. Иди и поговори с ней. Я сказала, Господь, я не могу, я в баптистской церкви. Даже я им не нравлюсь. Что уж говорить о тебе, что мне делать? Он сказал, послушай меня. Я спустилась с огромной сценой и сказала, мадам, встаньте, пожалуйста. Я? Да, у вас в животе опухоль, вы умираете. Она сказала, да, я перенесла 27 операций, через неделю будет 28-я. Я сказала, еще Господь показал мне, что у вас лейкмия. Она сказала, да, но как вы узнали? Я сказала, я слышу голос Бога. И я возложила на нее руки. Исцели ее во имя Иисуса. Я повернулась и пошла назад по безлюдному проходу. А женщина вдруг ощутила в своем животе какое-то движение. Она побежала в туалет и вернулась через пять минут с возгласом. Она в туалете! Подождите, церковь отреагировала так же, как наша аудитория? Нет, они даже не хлопали. Они ничего не делали. Они смотрели на меня, как баран на новые ворота. Я спросила, что в туалете. Женщина ответила, опухоль! В туалете! Женщины перешептывались. Надо пойти посмотреть. Я сказала, мне не нужно это видеть. Я ей верю. Она была полностью исцелена. Потом мне сказали, не уходите. Я осталась еще на один день. И в тот вечер семеро глухих были исцелены. Слава Божья сходила так сильно, что один паралитик встал с коляски, на которой провел 12 лет. Церковь арендовала зал побольше. В тот вечер собралось около полутора тысяч человек. Я возлагала на людей руки, потому что они жаждали увидеть силу Божью. Стоит вам вкусить славу Божью, и вы больше не захотите быть пустым. Когда приходит слава Божья, вы жаждете ее. Аллилуйя! Когда я устала служить и отошла в дальний угол зала, Бог сказал, попроси меня о чем-нибудь, что ты хочешь. Я сказала, хочу больше помазания. Он сказал, у тебя уже есть помазание. Проси того, чего у тебя еще нет. И я сказала, хочу силы. У тебя уже есть сила. Ты крещена Духом Святым и огнем. У тебя есть сила. Тогда я сказала, хочу, чтобы все эти люди были крещены Духом Святым. Все до единого. Знаете, что Господь сказал? Он сказал, смотри, и на эту церковь сошел столб огня. Это был настоящий столб огня. Он начал двигаться по залу. И во время этого движения люди падали со своих мест. В баптистской церкви? Да, они падали со своих мест. Знаете, что еще? Они говорили на иных языках. Затем столб огня переместился на сцену. Элейн, смотри, все проповедники были крещены Духом Святым. И это нормально. Пусть весь мир будет нормальным. Нормальным по меркам Библии. Элейн, вы так ясно слышите Богом. Дайте мне один из самых важных факторов для того, чтобы мы все могли слышать Бога так же ясно, как и вы. Конечно. Я молюсь в Духе в гостиничном номере. Я живу в гостиницах, потому что постоянно в разъездах. Я молюсь в Духе, и после этого сижу и слушаю. 50% молитвы — это слушание. Я знаю голос Бога так же хорошо, как голос мужа или детей. Потому что сижу и слушаю его. Вы запоминаете голос Бога, когда слушаете. Когда мы вернемся, я дам Элейн возможность помолиться за чудеса и поделиться славой в ее жизни с вами. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев... И язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду... Дабы создать в себе самом... Создать в себе самом... Дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Вчера Элейн пришла в мой офис и процитировала им стих, который я хорошо знаю. Я хорошо его знаю потому, что месяц назад Бог дал мне это местописание. Я учил его. Затем она учила по этому стиху долгое время. И вот что он гласит. Нет ворожбы в Израиле. Если вы принадлежите к Мессии, значит и вы семя Авраама. Элейн, объясните, чему вы учили и почему это важно для нас. Враг не имеет права говорить, что вы будете побеждены. Иисус сказал, даю вам власть над врагом. Слово Божье истинно, и вы, имея власть Мессии, никогда не будете прокляты. Перестаньте бояться проклятия врага. Дьявол под вашими ногами, у него нет власти над чадом Божьим. Не важно, что вам говорят. Вам могут сказать, я тебя прокляну, я наведу на тебя порчу. Но это все ложь из ада, потому что тот, кто в вас, он больше того, кто в мире. Помните эти слова. Никогда их не забывайте. Все бесовские силы, все немощи и болезни, все сказанное против вас уже разрушено кровью Иешуа. И нам не нужно их бояться. Библия говорит, что вы дитя Бога. Вы знали, что у вас в распоряжении целый арсенал. Вы знали, что сильные ангелы, воины Бога, вся небесная армия, все силы Бога в вашем распоряжении. Просто скажите слово и признайте, кто вы. Если вы знаете, кто вы, то вы в этом случае можете иметь то, что вы хотите. Вы говорите, что это незаконно. Тогда что же нам делать с симптомами и мыслями? Если это незаконно, тогда бесы не должны к нам говорить, но порою происходит иначе. Ведь они говорят, что же вы с этим делаете. Однажды к Норвелу Хейзу пришел один из самых известных евангелистов исцеления. Он спросил, зачем я молюсь за людей? Они исцеляются, спрыгивают с инвалидных кресел. Это все видят. Год спустя я возвращаюсь. И что же? Люди опять в колясках или умерли, а их семьи винят меня. Причина вот в чем. Вы что-то приняли, а потом это ушло. Вы не хранили то, что приняли. Вам нужно держать то, что у вас есть. Завтра это может вернуться. Но помните, вы тоже творцы. Вы помолитесь за людей? Аллилуйя, Отец, я благодарю Тебя, что Ты дал нам силу жизни и смерти. Я говорю, жизнь из своего сосуда, из Духа, из святого помазанного Духа. Я говорю, жизнь, исцеление, сила. Я говорю каждому Духу Ада, который пришел в дома и в жизни верующих. Они вне закона и не могут там оставаться. Они пришли проверить, смогут ли они остаться. Они пришли проверить, что у нас есть. Но во имя того, кто превыше всего, я говорю, они не смогут остаться. Будьте исцелены и освобождены. Иисус говорил, выйдите. И я говорю, выйдите из помазанного народа Божьего. Аминь. Аллилуйя. Пока Лейн говорила, я услышал, что люди, страдающие от артрита, боли в пальцах, запястьях, руках, исцелены. Подвигайте руками и увидите, что боль ушла. Особенно сейчас исцеляются спины. Встаньте и увидите, что Господь благ. Согнитесь и увидите, что прежняя боль ушла. Есть человек с давлением в голове и болью. Я приказываю ей уйти. Кровь Иисуса на вас. И последняя молитва о Лейн. Посмотрите в камеру и помолитесь, чтобы слава, которая на вас, передалась каждому, кто жаждет ее у себя дома или здесь, в нашем зале. Это для вас, ваших детей и для всех, кто призван. Слава для вас. Отец, благодарю тебя за каждого. Это будет не для кого-то одного, но для всей семьи, как у Корниля. Слава Божья проникнет в каждый дом. Дети обретут свободу от наркотиков. И эта свобода придет прямо сейчас. Есть люди, которые связаны духами. Эти духи мучают их. Они мучают разум и тела. Выйдите из этих домов. Слава Божья входит туда прямо сейчас. Поднимите руки и возьмите ее. Вам не нужно ничего ждать. Не нужно, чтобы кто-то вас касался. Не нужно быть на крупном собрании. Просто возьмите ее во имя Иисуса. Я запечатываю все, что сейчас совершено во имя того, кто превыше всего. Во имя Мессии Израиля. Во имя пасхального Агнца, который взял на себя грехи всего этого падшего мира. Иисус Хамашиах, Иисус Мессия, наша праведность. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Диана Хат. Хочу поделиться с вами тем, что Бог являет свою славу в моей жизни по-разному. Иногда это ощутимые и видимые проявления, которые вижу не только я, но и другие люди. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественно», потому что Бог дал мне ключи, чтобы и вы могли пережить Его славу в своей жизни. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть «Это сверхъестественно» для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране. Субтитры создавал DimaTorzok